Самарская область с гордостью подхватывает эстафету народного песенного флэш-моба. Спасибо всем регионам, кто поет гимн Победы. Для нас честь принять участие в этой поистине народной акции. Запасная столица, родина самолетов и ракет, сердце России в прямом и переносном смыслах, которая сегодня застучит в унисон с вокалистами масштабной патриотической акции «Наш День Победы». Самарская область приняла эстафету от Республики Башкортостан. С гордостью и глубокой верой в то, что великая песня в исполнении жителей ПФО объединит миллионы россиян в знак памяти о погибших и живых героях. Это день победы, порогом в рапах, это праздник с серединою на листах, это радость за слезами на глазах. За годы войны из Куйбышевской области на фронт ушли около полумиллиона жителей. Каждый второй не вернулся, а те, кто остался в тылу, ковали победу у станков и в поле. В те сложные годы Волжский город стал запасной столицей СССР. Здесь делали легендарный Ил-2 и построен бункер Сталина. Именно в Куйбышеве Шостакович дописал и дал премьеру Седьмой симфонии. Отсюда на весь мир сообщал новости от Советского информбюро Юрий Левитан. Военный парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких мировых событий военного времени. Песня «День Победы», для которой этот год тоже юбилейный, выбрана не случайно. Впервые она прозвучала ровно 45 лет назад, в канун 9 мая 1975 года, и стала непременным знаковым атрибутом торжеств по поводу Дня Победы. Строчки, знакомые каждому жителю нашей Родины, не могут оставить равнодушным, трогают до глубины души. В Самаре гимн Победы исполнил Волжский русский народный хор имени Петра Милославова. Это уникальный творческий коллектив, который на высоком профессиональном уровне представляет богатейшее наследие народов по Волжье. Его лироэпическое звучание, завораживающее слушателя, известны всей планете. Запись выступления Волжского народного хора проходила в главной студии ГТРК «Самара». Ее обеспечивала наша творческая команда. Для Самары, для Волжского хора мы всегда всю жизнь занимаемся, уже более 65 лет, именно патриотическим воспитанием и сохранением культурного наследия великой страны. И поэтому этот день мы точно не могли пройти мимо. И все, как в одном порыве, были готовы исполнить эту песню. Тем более, мы ее всегда исполняем. Патриотическая акция «Наш День Победы» инициирована аппаратом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Песенная эстафета в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовала в минувшую субботу в Мордовии, где любимую песню исполнили лучшие творческие коллективы Саранска и муниципальных районов, народные и заслуженные артисты, молодежь, волонтеры и члены патриотических объединений на русском, макшанском и ирзианском языках. Песня «Наш День Победы» Список участников воскресенья пополнила Республика Марий-Эл. В исполнении ведущих солистов Марийской государственной филармонии имени Якова Ишпая, а также Марийской государственной хоровой капеллы имени Искандарова, в сопровождении оркестра народных инструментов Марий Кундем, песня «День Победы» прозвучала не только на русском, но и на марийском языке. На этой неделе к народной акции подключился прославленный коллектив Удмуртской государственной филармонии «Академическая хоровая капелла», выбрав знаковые для региона локации для съемок ролика. Символы памяти и трудового вклада Удмуртии в победу в Великой Отечественной войне. Вечный огонь. Памятник труженикам тыла и сквер имени Калашникова около Иш-ГТУ. В Республике Башкортостан специально для этой акции легендарная песня была переведена на башкирский язык. В Уфимском парке Победы ее исполнили участники народного хора и известные в Республике люди. Артисты исполнили песню «День Победы» на родном языке. Артисты исполнили песню «День Победы» на родном языке. Во всех регионах съемки проходили еще до начала режима самоизоляции и до распространения режима повышенной готовности в стране в связи с коронавирусной инфекцией. И сегодня в условиях ограничительных мер такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным. «Наш День Победы» – уникальный марафон, объединяющий тысячи вокалистов. «Самара» передаст эстафету Татарстану, а 9 мая легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в патриотической народной акции. Видеоролики регионов участников размещаются на сайте tvsamara.ru, а также в социальных сетях по хэштегу «Песни Победы ПФО» «Наш День Победы» и на Ютубе. «Песни Победы»